В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Килипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Остаёмся в масках. В Нижегородском регионе смягчают противоковидные меры, но масочный режим пока не отменяют. Насыщенная программа. В Сарфаты и Нияуми Фи открыли новое общежитие. Центр суперкомпьютерных технологий в инженерно-физическом моделировании, а также Центр цифровых технологий. Гаражи раздора, как в Сарове, продавали незарегистрированную собственность. Расследование канала 16. Далее расскажем обо всём подробно. Маски снимать нельзя носить. В России постепенно отменяют масочный режим. Самым первым регионом стала Чеченская республика. 11 марта здесь сняли все ограничения по COVID-19. С 15 марта масочные режимы отменили в Москве, Кемеровской и Тамбовской областях. В нашем регионе он пока продолжает действовать. Однако эпид-обстановка стабилизируется и ковидные ограничения продолжают смягчать. Новые изменения внесли в указ губернатора введение режима повышенной готовности. Полностью исключают специальные требования к работе отдельных организаций. Общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиницы и других. Ранее они действовали наряду с требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора в связи с особенностями санитарно-эпидемиологической обстановки. Такие требования регламентировали отдельные аспекты работы, например, рассадку зрителей, расстановку столиков в кафе и ресторанах, организацию экскурсий. Исключение таких требований сделает работу бизнеса более комфортной. В Сарове появилось новое общежитие для студентов Саровского физико-технического института. На торжественную церемонию открытия приехал ректор НИЭО МИФИ Владимир Шевченко. Он поздравил студентов с новосельем и поделился воспоминаниями о своей учебе. Подробности далее. Крытая автопарковка, три спортивных зала, прачечная, комнаты для занятий и отдыха, кухня со всеми удобствами и санузел в каждом блоке. Все это о новом общежитии номер два Саровского физико-технического института, которое располагается в 22 микрорайоне города. Общежитие рассчитано на 330 мест. В комнате живут по 2-3 человека. И у каждого студента есть свое рабочее пространство. Это действительно прекрасное и удобное общежитие. Я сама здесь не живу, но всегда прихожу к своим друзьям. Это очень просторные блоки. На каждый блок своей кухни, чего не встретишь в других общежитиях. Очень красиво, да, светло. На торжественное открытие общежития приехал и ректор НИЯУМИФИ Владимир Шевченко. Он поздравил студентов с новосельем, поделился с ними своими студенческими воспоминаниями, а также разрезал ленточку в знак официального дня рождения Саровского общежития. Я хочу пожелать вам, чтобы у вас через много лет были яркие, греющие души воспоминания чего-то, что с вами произойдет в этих стенах. Потому что стены – это всего лишь камни, а важно то, что с вами здесь происходит. И только это наполняет эти камни жизнью и делает их действительно тем, что вот называется этим красивым латинским словом «альма-матер». Благодаря этому событию, открытию этого общежития, материально-техническая база Сарфти выходит на другой уровень. Это позволяет вам, как нашему будущему, на самом деле отдаться целиком учебе, становлению себя как личности, как гражданина, не решать вот те бытовые проблемы, с которыми, как отмечали коллеги, мы сталкивались в своей юности, в своих общежитиях. Там есть что рассказать, уверяю вас. Для всех гостей руководитель Сарфати Анна Сироткина и сотрудники института провели экскурсию по общежитию, показали условия проживания в комнатах. В заключении ректор МИФИ Владимир Шевченко пообщался со студентами в неформальной обстановке. Также ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко осмотрел учебные лаборатории Сарфати и встретился с научно-преподавательским составом. Московский гость побывал и на открытии Центра суперкомпьютерных технологий в инженерно-физическом моделировании и Центра цифровых технологий Саровского физико-технического института. Создание компьютерного языка, появление персональных компьютеров, изобретение интернета, поисковая система Google, Facebook, Wi-Fi, выпуск первых айфонов и Эльбруса-1. Все важные вехи в истории цифровых технологий нашли отражение на стенде нового центра в Саровском физико-техническом институте. Но вот имен и открытий саровских ученых на нем пока нет. На это обратил внимание и ректор МИФИ на торжественном открытии нового центра цифровых технологий. Вот эта стенка, она очень хорошая. Мы пока ждали, я внимательно ее изучил. У нее все замечательно, кроме того, там нет ни одного лица человека из Сарфти. Это большое упущение этой стенки. Я желаю вам, чтобы оно, может быть, не на этой части, а на той, которую вы пристроите, рано или поздно обязательно там оказалось, и этот центр был инструментом для этого. Центр цифровых технологий – это площадка с самым современным цифровым оборудованием. Он включает в себя компьютерный класс, где студентов обучают работать с программой, разработанной для нужд ядерного центра, и лабораторию с 3D-принтерами, сканерами и VR. В том кабинете это работа именно с новой программой, то есть обучение студентов, подготовка новых кадров, которые могут работать в этой программе. Здесь, в этой лаборатории, работа с оборудованием, то есть это аддитивные технологии, 3D-печать. То есть изучение и внедрение их уже непосредственно на предприятие. В лаборатории сразу привлекает внимание стенд с виртуальной реальностью. Там установлены две станции, чтобы отслеживать положение объекта, шлем и стики, с помощью которых можно манипулировать предметами в VR-пространстве. Студенты кафедры цифровых технологий могут свободно посещать лабораторию. Первокурсник Алексей Ёмкин, например, уже начал проект по созданию виртуальной комнаты с экспонатами музея ядерного оружия. Можно будет некоторые экспонаты повертеть в руках, чего нельзя будет делать в музее, осмотреть их поподробнее. И также будут представлены экспонаты в размере один к дому. Это просто подарок, если учесть, что я очень люблю этим заниматься. То есть в последнее время я возвращаюсь из института поздно, потому что после пар обычно захожу сюда и доделываю, например, вот эту комнату. Все новое оборудование руководители кафедры и студенты продемонстрировали ректору МИФИ. После торжественного открытия нового центра в присутствии высокого гостя заместитель директора ВНИЭФ Олег Кривошеев преподнес руководителю с РФДИ Анне Сироткиной подарок. Игуану, которая станет новым символом филиала. Животное доставит в УЗ, как только оборудуют для него террариум. Инфляция в Нижегородской области составила 2,5% с начала года. Цены на продукты за февраль выросли в среднем на 2%. Заметнее всего подорожали свежие огурцы и помидоры на 15%. Свекла, морковь, белокочаная капуста на 10%, крупы и кофе на 5%. Снизились цены на картофель, рыбу и пшеничную муку 3%. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Дефицита не будет. В Росздравнадзоре заявили о наличии обязательных лекарств в аптеках. К минимальному ассортименту относят лекарства, которые необходимы для оказания медицинской помощи населению. Это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, нервной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, простудных заболеваний и другие. Лекарств из перечной жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в России хватит на год. По многим препаратам запасы превышают 25% от общего годового объема продаж за прошлый год, сообщает ведомство. Только законный контент россиян не планируют наказывать за нейтральные посты в Инстаграм и Фейсбук после признания соцсетей экстремистскими. Пользователь не будет нести ответственность за публикацию Инстаграм даже после возможного признания этой соцсети экстремистской. Ответственность будет наступать только за публикации, нарушающие закон, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Глава комитета отметил, что в случае необходимости будет разбираться каждая отдельная ситуация. Половину стоимости путевки для ребенка в лагерь можно вернуть по программе кэшбэка за детский отдых. Ее вновь запустят с 1 мая. Как отметил Михаил Мишустин, по программе уже смогли отдохнуть около 420 тысяч детей. Это стало хорошей поддержкой для многих семей, подчеркнул он. Продажи путевок в рамках программы детского кэшбэка начнутся в ночь с 30 на 31 марта. В этом году механизм такой же, как был в прошлом году, когда родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты МИР и в течение до 5 дней получает возврат 50% потраченных средств на эту карту за вновь купленные путевки. Но не более 20 тысяч рублей ограничение на одну покупку сохраняет. Количество поездок на одного ребенка не ограничено. Можно поехать на любое количество смен. Чтобы получить кэшбэк, необходимо для каждой поездки провести отдельную транзакцию. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путевки. Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая. Как отметил Дмитрий Чернышенко, программа кэшбэка за путевки на базу отдыха оказалась очень востребована гражданами. За время работы программы было реализовано путевок на общую сумму около 10 миллиардов рублей. Сумма возврата составила почти 5 миллиардов. Ущерб от экономических преступлений в России за минувший год составил более 641 миллиарда рублей. Сотрудники ОБЭП упорно ведут борьбу с должностными и хозяйственными преступлениями. Надежно обеспечивая экономическую безопасность государства. Итоги работы за прошедший год Саровского подразделения в нашем следующем репортаже. Минувший год для Саровского подразделения экономической безопасности выдался насыщенным. Одно из самых сложных дел было связано с хищениями в сфере ЖКХ. Подрядчик, который выполнял капитальный ремонт домов Бессарабинка 1А, Куйбышева 18 и Пушкина 16, использовал дешевые недоброкачественные материалы. Разницу положил себе в карман. Общий ущерб превышает 2 миллиона рублей. Сейчас дело передали в суд. Одним из особо значимых – это у нас было уголовное дело в отношении работников НИЭФ, который занимался внесением недостоверных сведений в отчетную документацию при направлении в командировках за рубеж, а также по территории Российской Федерации. Вот данное дело уголовное было направлено в суд, человек осужден. За прошлый год сотрудники правоохранительных органов выявили два случая использования поддельных купюр. Основной номинал фальшивок – 5 и 2 тысячи рублей. Всего в Сарове зафиксировали 8 экономических преступлений в крупном и особо крупном размере. В суд направили 7 уголовных дел. Круглые даты – отличное время подводить итоги. 16 марта подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции отмечает 85 лет. Хотел бы поздравить ветеранов службы нашей, в том числе пенсионеров, которые трудились, отдавали время, отдавали долг. Пожелать им крепкого здоровья, счастья. Канал 16 присоединяется к поздравлениям и желает борцам с коррупцией, стойкости в характере, нетерпимости, к обману, развития в карьере и, самое главное, веселых, счастливых будней. С праздником! Афера года. Несмотря на хорошую раскрываемость, работы у сотрудников АБЭП еще немало. В частности, дело о мошенничестве в крупном и особо крупном размере с гаражами ГСК номер 6. Заявление в правоохранительные органы уже подало 14 обманутых саровчан. Подробности в нашем следующем репортаже. Не могу вступить в права собственности. С такой проблемой в нашу редакцию обратился Владимир Селезнев. В 2019 году мужчина приобрел гараж, но до сих пор не может оформить его в администрации. Владимир заявляет, проблема в том, что у гаража уже есть другой собственник. Он лично встретил его однажды. А это мужчина, я его не знаю точно. Он пришел, открыл гараж. Я прохожу, он открывает. Я говорю, откуда ты? Я, говорит, купил вроде. Двое собственников оказалось еще у одного гаража в кооперативе. И там история не была такой мирной. Владельцы начали целую войну за недвижимость. Ежедневно меняли замки и выясняли отношения. Чем все закончилось, Владимир не знает. Мы решили разобраться в запутанной истории и начали с договора купли-продажи. Там в качестве застройщика был указан гаражно-строительный кооператив номер 6. Председатель этого 6-го кооператива Кочетков Валентин Сергеевич. Это выходит, я с ним договор заключил. Так? А Кочетков, я с ним встречался, он говорит, я тут ни при чем. Это подпись, вроде подделанной подписи. То есть продавал Беляев Никита. Беляев я точно помню, а с ним кто сидел, я так и не запомнил. Продавал недвижимость заместитель председателя ГСК номер 6 Никита Беляев. Кто-то покупал гараж за 300-500, а кто-то за 700 тысяч рублей, сообщают правоохранительные органы. Как нам удалось выяснить, земля, на которой возвели гаражи, принадлежит администрации города. После строительства недвижимость необходимо было ввести в эксплуатацию. Однако ГСК 6 этого не сделало, рассказали нам в администрации. Получается, что гаражи, которые продавал Никита Беляев, не имеют легального статуса, а земельные участки под ними ему вовсе не принадлежат. В настоящее время данный гражданин является подозреваемым. Он являлся заместительным председателем ГСК. Основной момент это он реализовывал земельные участки, а также гаражи, которые не находились ни в его собственности, ни в собственности ГСК. То есть обманывал граждан, касаемо того, что земельный участок, либо гараж принадлежал ГСК. Оформить гаражи в собственность новые владельцы смогут только в судебном порядке, рассказали в администрации. Но как быть с объектами, на которые претендует сразу несколько собственников, пока не ясно. Вероятно, ждать, когда правосудие восторжествует. Один гараж на трех владельцев пока абсолютный рекорд подозреваемого. Статья у него мошенничества, подозревается в новом мошенничестве в крупном, в особо крупном размере возбуждены дела. С использованием служебного положения, соответственно, он как должностное лицо вводил граждан в заблуждение относительно того имущества, которое он собирается реализовывать, как должностное лицо. И, соответственно, граждане попадают снова в уловки. Как выяснилось, афера с гаражами не единственная в истории Никиты Беляева. В 2015 году его осудили по уголовной статье. Мужчина устроился на пост директора МУПГОР «Автотранс» по поддельному диплому о высшем техническом образовании. Тогда его штрафовали на 45 тысяч рублей. А в этот раз, возможно, одним штрафом Беляеву не отделаться. Он объявлен в розыск. Мужчине грозит лишение свободы минимум на 10 лет. 14 пострадавших саровчан уже обратились в правоохранительные органы. Если вы также стали жертвами мошенника, обратитесь с заявлением ВВД. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин